Всем привет! С вами Маша и я вас приветствую на своем канале. Сегодня у нас будет видео для любителей китайского шоппинга, а точнее сегодня будет видео идей, что подарить к Новому году и к Рождеству. Если вам интересно это видео, если вам интересно, что же можно купить на Алиэкспрессе, чтобы потом кому-нибудь подарить, оставайтесь со мной, не переключайтесь и я вам покажу уйму, кучу крутых идей для подарков. Первое, хочу начать с идей подарков для любой девушки, девочки или же для себя любимой. И я сейчас говорю про ободки для волос. Я предлагаю подарить вот такой необычный ободок ушки. Эти ободки, по-моему, сейчас пестрят на ютубе, у любого блогера есть такой ободок, но я считаю, что лучше подарить какой-нибудь необычный ободок. На его ушках выполнены вот такие красивые цветы. Я вам скажу, что эти цветы очень плотные, они не мягкие и, кстати, очень хорошо и качественно сделаны. С другой стороны, они выглядят вот так. То есть, я считаю, что это очень крутой подарок, тем более, что оттенков вот этих цветов на ушках очень-очень много. Я вам оставлю ссылку в инфобоксе на этот ободок, а также на каждый товар, который вы сегодня увидите в этом видео. И давайте я вам покажу, как это выглядит все вот так. Я считаю, очень круто смотрится. Я лично покупала себе этот ободок для того, чтобы снимать видео макияжа и просто ходить дома, потому что обычные ушки мне уже надоели, тем более, один сломался, второй доламывается. На замену пришел вот такой ободок. Очень качественно выполнен, он не передавливает голову и сидит идеально. Я вам только посоветую. Так, вы понимаете, это мини-маус. Я очень-очень долго искала данный ободок, потому что такие ободки с ушами мини-маус. Есть, конечно, прям вот огромные такие уши мини-маус. Этот ободок продавался и позиционировал себя как ободок для девочек. Девочек, ну, то есть маленьких девочек, вот. Но почему бы и нет? Почему бы не купить его и мне? И почему бы не подарить такой ободок своей подруге или еще кому-то, кому нравятся данные аксессуары? Я считаю, очень круто, потому что, опять повторюсь, я такой ободок купила для того, чтобы снимать макияжи. Мне надоели обычные ободки, мне надоели обычные повязки, мне захотелось чего-то, ну, вообще необычного и смешного в то же время. Данный ободок очень качественный, он очень мягкий, подойдет под любой размер головы. Как видите, он хорошо растягивается. Сзади выглядит вот так, спереди вот так. Там был еще ободок с красным вот таким бантиком, но мне просто нравится больше розовый, нежели красный. Вот, очень крутой ободок, он совершенно не стягивает голову и сидит просто великолепно. Давайте я вам покажу. Ну, как-то так это все выглядит на мне. Не знаю, по мне очень забавно. Это выглядит действительно просто забавно для того, чтобы ходить дома, для того, чтобы снимать лично мне макияжи. Я не говорю о том, чтобы вы ходили в таком виде по улице. Но если вы допускаете такую возможность, то почему бы и нет? Дальше хочу показать идеи подарков для детей, потому что это очень многим актуально, особенно мне. Я заказала, буквально недавно мне пришел набор из шести вот таких яиц. Это детская игрушка, которая у нас стоит в разы дороже. Смысл этой игрушки в том, что она открывается. И здесь вот такой вот трансформер. Это что-то типа сортера, пазла. В общем, это хорошо развивает логику, мелкую моторику. И, в принципе, вот мой ребенок остался просто в восторге и безумно доволен. Вы, в общем-то, как видите, здесь такие фигурки, звездочки, есть сердечки, кружочки, квадратики. Здесь шесть яичек, еще раз повторяю, наборы. То есть вы вот так вот скрепляете обратно, точнее ребенок. И получается вот такая игрушка. Это подделка на игрушку. По-моему, есть такая игрушка у iToys или OneToys. В общем-то, что-то такое. Я, в общем, видела, что у нас стоит набор из шести таких яичек около тысячи рублей. На Алиэкспресс, естественно, я заказала за 119, по-моему, рублей шесть штук. Ссылка будет внизу в инфобоксе. Она активная. Я заказала буквально недавно. Мне они пришли эти игрушки за две с половиной недели. Я считаю, это вообще рекорд для китайцев. Так что очень качественная игрушка. Ребенок ваш не пострадает, не порежется. Очень прочный качественный пластик. Потому что у меня уже сын ронял это яйцо. Он его уже швырял, как мячик, как шарик. И ничего с ним не случилось. Закрывается тоже очень хорошо. Плотно. И в ручку ребенка помещается только так. Я вам здесь, возможно, фотографию, либо кусочек видео ставлю, как это выглядит. Могу реально вам только посоветовать. Потому что это хорошая идея для подарка ребенку, который может играть, развиваться в то же время. Это очень-очень круто, я считаю. Тем более, за такой. Следующая идея к Новому году. Подарка. Возможно, просто покупки. Допустим, у нас это была просто покупка. Я купила вот такую вот пижамку для Максима. Это мой сын, кто не знает. Его зовут Максим. Пижамка Микки Маус. В новогоднем рождественском стиле. Красно-зеленый Микки Маус. И вот такие вот штанишки. Штанишки тоже зеленые в красную полосочку. У них на ножках вот такая вот резиночка. Я вам ссылочку внизу оставлю на данную пижамку. Она дошла очень быстро. Где-то за две недели. Здесь написано, как видите, 100 размер. Но я заказала у продавца на сайте размерная сетка. И по его размерной сетке это был размер 4Т. Моему ребенку 2 года. У него рос где-то 98-96 см. Я уже точно не помню. Мы его давненько измеряли. Ему это немножечко великовато. Видите, вот из такого расчета. У меня 98 см, допустим, ребенок. Я взяла 4Т размер. Хотя 4Т размер это явно не для двухлетнего ребенка. Судя по размерной сетке продавца. Это где-то на 3-4 летнего. Он у нас очень высокий мужчина. Весь в папу. Поэтому я взяла ему вот такой костюмчик. Чтобы если вдруг она долго шла бы, то ребенок не сильно вырос. Поэтому я взяла, скажем так, немножечко на вырос. И чтобы была она немного посвободнее. В общем-то рекомендую, потому что качество данной пижамы мне очень нравится. Это хлопчатобумажная ткань. Немного вот здесь, ну не то что смущает, просто может не всем понравится то, что вот эта часть с Микки Маусом, она немного прорезиненная. По поводу того, как она выдержит стирку, я вам сказать пока что ничего не могу. Потому что я еще не стирала. Но я намочила кусочек и могу сказать, что пижама все-таки красится. Так что имейте в виду, что если вы закажете данную пижаму в Китае, то лучше ее сначала простирать. Я в принципе это делаю всегда с любой игрушкой, которую заказываю из Китая для сына. Я сначала ее хорошенечко промываю с мылом, потом дезинфицирую каким-нибудь средством, по типу Мироместину, там может. И то же самое я сделаю с пижамой. Я сначала только простираю пижаму, уже потом соответственно буду одевать на ребенка. И опять-таки, если получится, я вам здесь ставлю фотографию, как пижама выглядит на моем ребенке. Если нет, то я вам ставлю картиночку, как это выглядело у продавца на сайте, чтобы вы понимали. Следующее, что я предлагаю как идею новогоднего подарка, допустим, для мужчины, потому что это подойдет вполне для мужчины, это чехол на телефон. В нашем случае это айфон 7. Здесь я вам ставлю фотографию, как выглядит чехол на телефоне у моего мужа, потому что сейчас телефон у мужа на работе, я как бы не имею возможности вам его показать. Потому что как только чехол пришел, муж его сразу одел и был очень доволен. Качество у этого чехла просто фантастическое, я вам скажу, потому что вы знаете, если заказывать из Китая, есть вероятность того, что вам придет, ну, не очень качественный чехол, который буквально в этот же день что-нибудь с ним даст случиться. Но этот чехол очень приятный на ощупь, это что-то по типу материала soft touch. Очень красиво смотрится. Лично, когда я увидела этот чехол, он, кстати, был в пенопластовой упаковке, то есть была пенопластовая упаковка, именно в такой упаковке он был на почте. Упаковка была перемотана скотчем. Естественно, когда мы разрезали скотч, открыли эту пенопластовую коробку, чехол был в целости и в сохранности. Вот, он, конечно, не самый дешевый, который вы можете найти на Алиэкспрессе, но, опять-таки, это очень дешевый вариант подобного качества чехла, потому что здесь у нас этот чехол будет стоить, ну, раза в два, в три дороже до 100%, если не больше. Потому что очень качественный действительно чехол, он очень хорошо сидит на телефоне, и это такой оттенок чехла, который, опять повторюсь, когда мы открыли, вот я сразу ощутила какое-то новогоднее настроение, потому что вот именно он такой яркий, нарядный, праздничный, но в то же время очень подходит для мужчины. Так что берите девушки на заметку для ваших мужчин, я считаю, что это будет какой-нибудь чехол для телефона, какой-нибудь красивый, красочный, яркий, но в то же время мужской, идеальным подарком. Также хочу предложить вам идею подарка, который, в принципе, подойдет абсолютно каждому, как для девушки, так и для мужчины, так и для ребенка, или мамы, папы, в общем-то, коллеги, кому угодно. Я сейчас говорю о констоварах с Алиэкспресс. Давайте я вам покажу, что я заказывала на Алиэкспресс из констоваров, потому что я заказывала какие-нибудь необычные такие товары. К примеру, это вот такой корректор, просто корректор. Он был у меня вот в такой картинной упаковке, я ее сохранила просто, чтобы показать вам. Сама упаковка корректора вот такая вот это, ну, своеобразное такое молочко, да, очень красиво, интересно смотрится. Я вообще люблю, в принципе, какие-то китайские констовары, да и, в принципе, даже если не говорить о Китае, я люблю констовары, когда они яркие, выделяющиеся, ну, знаете, такая не серость повседневная, которую вы найдете на любом рабочем столе в офисе. Просто что-то яркое, чтобы выделиться, чтобы, ну, радовало просто твой глаз, и тебе было приятно пользоваться каким-то таким вот товаром, да. Этот корректор, он ленточный, как вы видите, у него очень хорошо корректирует, он очень насыщенный, то есть, если вы наносите данную ленту, чтобы что-то стереть, то у вас не будет через эту ленту просвечиваться ваша ручка. Крутой, на самом деле, корректор. После того, как вы им что-то замажете, вы можете спокойно в ту же секунду начать на нем писать, это очень круто. Кстати, про писать. Я заказала вот такую вот ручку, шариковую, синюю, вот с такими вот кристаллами внутри. У меня уже была такая ручка, мне ее Саша, мой муж, покупал где-то пару лет назад, у меня была фиолетовая с разноцветными кристаллами, но, по-моему, я ее либо потеряла, либо она у меня закончилась, и, в общем-то, я решила заказать с Алиэкспресса. Честно скажу, на Алиэкспрессе, конечно же, эта ручка стоила в три раза дешевле, чем ее покупать у нас где-нибудь в магазине. Мне очень нравятся такие ручки, потому что, ну, они, во-первых, необычные, они красивые, они стильные, и мне нравятся эти ручки тем, что они действительно такие, ну, знаете, унисекс, можно сказать. Если вы подберете какой-то оттенок более нейтральный, какой-нибудь темный, черный, серый, синий, темно, да, можете спокойно такую же ручку подарить мужчине, либо коллеге, либо, там, мужу, брату, там, и так далее. Ну, вы мне понимаете, я думаю, она выкручивается, вот так вот, и закручивается. Отличная ручка, у нее здесь даже, с другой стороны, есть стилус для сенсорных каких-то таких приборов, но я им не пользуюсь, у меня айфон, зачем мне стилус? Опять-таки, для любителей писать и что-то записывать, делать заметки, допустим, так же, как и дома или на работе, неважно, я вам предлагаю присмотреться к такому блокноту, стикеру, можно сказать, он был у меня вот в такой прозрачной упаковке. Он выглядит как айфон 3, то есть здесь нарисовано, как видите, ну, якобы айфон, а внутри просто обычный белый лист. Ну, естественно, дизайн выполнен в форме айфона, и здесь довольно много листиков, и, в принципе, они достаточно не такие плотные, и очень удобно на них писать. Единственный минус, что здесь не очень удобно, вы когда вырываете лист, есть вероятность, что вот эта передняя ваша сторона, да, самого блокнота, она у вас может отпасть. Как бы с этим немножечко не продумано, но очень удобные листики, мне очень понравилось, сзади выглядит тоже как айфон, так что как идея подарка или просто покупка интересная. Очень круто, я считаю, очень интересно, необычно и позитивно. Конечно же, у меня есть идея подарка для любителей почитать. Я вам предлагаю вот такую закладку рассмотреть на идее подарков. Я купила в форме элифелевой башни, она выглядит вот так. И у меня, как видите, вот такой, ну, не знаю, как это назвать, перелог, да, висюлина какая-нибудь. И на конце у нее бантик и вот такой вот камушек, и внутри этого камушка тоже нарисован Париж. Она удобна тем, что вы можете спокойно внутрь положить эту башню и, естественно, закрепить на книгу, и у вас будет уже видно с помощью вот этой вот, вот этого камушка бантика, где у вас какая страница. Это очень удобно, я считаю, и очень красиво, очень необычно. И опять-таки там у продавца, которого я заказывала данную закладку, был очень хороший выбор других закладок. То есть вы можете такую закладку подарить как мужчине, как женщине, то есть там есть выбор, и вы сможете спокойно подобрать по вашему вкусу. Пришла она мне вот в таком вот пакете. Это были мои самые крайние покупки с Алиэкспресса, которые вот-вот-вот мне только что пришли, и я вам решила сразу их показать. Сейчас я хочу дождаться еще небольшую партию продукции с Алиэкспресса. В основном это будет продукция для кухни, поэтому обязательно ждите. У меня будет большое видео с товарами для кухни с Алиэкспресса. Надеюсь, вам будет интересно и полезно это видео. А если вам понравилось и было полезно именно это видео, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Еще раз повторюсь, что все ссылочки на каждый товар, который я сегодня вам показала, вы увидите внизу в инфобоксе. Так что до встречи в новых роликах. С вами была Маша, люблю вас, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok